Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Речи Господь, иже хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бы аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою, меня ради и Евангелия, той спасет ю. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь, и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей. Иже бы аще постыдитесь и мне, и моих словес, вроде всем прелюбодеяниям и грешним, и сын человеческий постыдится его. Игда придет во славе отца своего со ангелы своими. И глаголоши им, аминь глаголю вам. Яко суть нецы от сте стоящих, иже не имут вкусити смерти. Донди же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня воскресенье, 30 марта. В этот день мы с вами читаем Евангелие от Марка, 8 главу, с 34 стиха по стих 1 главы 9. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Такой евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный воскресный день слышим мы с вами. Итак, вновь мы повторяемся о том, что субботние воскресные евангельские апостольские чтения раскрывают нам и дают нам рассуждения и размышления для нашего ума в силу той сложившейся древней практики Церкви, подготовки человека к таинству крещения. И вот не случайно в это воскресенье мы как раз-таки это евангелие начинается со слов «Кто хочет идти за мной, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Вот это, скажем так, одна из центральных тем священного писания Нового Завета. Во-первых, следование Христу. Господь говорит о себе «Я есть путь и истина». «Я есть путь и истина». Далее Господь говорит в одном из мест еще написание «Я есть свет миру». Так вот, Христос есть тот свет, который освещает этот путь, и он сам же одновременно есть этот путь. И одновременно с этим сам Господь и есть та цель, к которой мы идем. То есть, иными словами, вот эти слова мы можем растолковать следующим образом. «Кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной». То есть, вообще надо понять, что наш крест даже и не мы с вами несем на своих немощных плечах. Мы настолько слабы, что не можем понести никакие тягости. Крест наш несет сам Господь. Мы можем возложить этот крест на него. И лишь должны скромно и смиренно следовать за ним. Вот о чем говорят нам святые отцы. Что для нас понести свой крест даже нет сил и возможностей. Но Господь готов нам дать эти силы. Отверни себя. Вот это условие следования за Христом. Отверни себя. То есть, буквально, как это перевести? Скажи себе «нет». Скажи себе «нет». Скажи Христу «да», а себе «скажи нет». Вот тогда, когда мы это сделаем, тогда мы сможем почувствовать и исполнить волю Христа. Как об этом пишется апостол Павел, что не я живу, а живет во мне уже Христос. И тогда мы можем ощутить всю полноту свободы во Христе. Ибо мы находимся в рабстве греха. Мы не можем освободиться от этого. Без Христа. Но для того, чтобы это сделать, чтобы почувствовать и понять эту свободу во Христе, мы должны сказать себе «нет», остановись, постой, задумайся. Вот недаром мы проживаем этот пост. И в чем-то церковь предлагает нам в своей жизни себя ограничить. Себя ограничить. Сказать себе «нет», хотя бы вот в этом внешнем. И это очень важно для нас, для нашей духовной жизни, для нашего духовного роста. Если мы хотим идти за Христом, значит мы должны в себе вот эту гордость, это есть та стена, которая отделяет нас от Бога, мы должны ее разрушить. Мы должны ее нивелировать. Ведь посмотрите, Господь воскрес, и Он разрушает двери адские. Все, где твой ад, где твоя победа, где твое жало, да, говорит апостол Павел. Все, нету его вроде бы. И нету адских дверей. Они разрушены и поломаны. Это что означает в нашем даже мире физическом? О том, что всякий может зайти туда, и всякий может свободно выйти. Но мы выстраиваем дверь в наше отношение с Богом. Теперь не что-то внешнее заслоняет нас, не что-то внешнее не пускает нас к Богу, но мы сами делаем это в своей жизни. Мы сами выстраиваем эту заслонку и барьер, который не хотим поднять. Кто хочет душу свою сберечь, говорит Господь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Интересная игра слов. Здесь вот в Евангелии от Марка, то, как это передает Господь. То есть, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Во-первых, Господь очень честно говорит здесь, что кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Он говорит о том, что нет, во-первых, и легкого пути. Что значит сберечь душу свою и потерять ее. То есть, жить ради жизни, везде искать удобство, выгоду, комфорт, боязнь чего-то в своей жизни. То есть, вот это, этими словами мы можем описать как раз таки желание свою душу сберечь. Но так или иначе, ты ее все равно потеряешь. Если ты ее не потеряешь здесь, в этом мире, если твой мир, составленный из мира иллюзий, страхов и боязни, не рассыпется здесь, то, к сожалению, ты ничего для себя не приобретешь в будущем веке, для будущего века. Но дальше Господь говорит, что кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Блаженный, еще в Нагорной проповеди, говорит Господь, изгнанный правды ради, як от тех есть царство небесное. Блаженный, когда вас гонят и убивают, потому что тем самым вы приобретаете для себя. То есть, не бойтесь, говорит Господь, убивающих тело, потому что душу погубить они не могут. А уж погубив тело, вы станете наследниками царства небесного, если такое случится. То есть, желание комфорта, желание удобства, желание жить ради жизни приводит нас к погибели. Ну, представьте себе, что было бы, если бы, например, женщина отказалась бы рискнуть родить ребенка ради вот боязни, да, чего бы то ни было, в том числе и смерти. Ну, наверное, нас бы уже тогда не было. Тогда бы и ничего не было, и не было бы никакой любви, ничего. Иногда говорят так, такая есть древняя поговорка, что лучше гореть, чем ржаветь. То есть, лучше полагать все свои силы на дело, в том числе дело Евангелия и Христова, чем нежели ржаветь, сидеть в своем мире и тем самым разлагаться и истлеть. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ну, душа, она бесценна, дар. Это тот, который мы, ну, потеряв его, уже никакой выкуп принести не сможем. Что толку, если ты все приобретешь, а мир потеряешь? Весь мир приобретешь, а душе своей повредишь? Ну, ничего, уж доброго ничего не случится с тобой. Увы, к сожалению, это закон. Ну, и в 38 стихе Господь говорит следующие слова. Кто посадится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном, того посадится и сын человеческий, когда придет в славе отца со святыми ангелами. Ну, здесь вот, опять же, нам намек на наше малодушие, что все-таки мы должны не скрывать своей христианской веры, но, опять же, разумно, да, проповедовать ее. Как говорит сам Господь, не давать, не метать бисера перед свиньями, и не дать святыни псам, но при этом и не дать камня, просящего у тебя хлеба. То есть, быть всегда христианином, быть всегда примером, ну, всякое малодушие, оно может привести к таким печальным последствиям. Такое евангельское чтение, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный воскресный день слышим мы с вами. Мы читаем Евангелие от Марка, 8 главу 34 стиха по главу 9 стих 1. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok